Ну, вообще, я бы предпочел, чтобы кризисов не было. Для меня важен авторитет предприятия, где я работаю. У нас нет такой стратегии – избавиться от урожая. Я с трудом расстаюсь с людьми. Лошади и скачки – это один из моих стимулов. – Оксан Владимирович, кризис – это пора в ожидании или шанс для развития? – Ну, вообще, я бы предпочел, чтобы кризисов не было. Ну, по крайней мере, такого, который вот в этом году мы переживаем. Но если говорить о моем философском подходе, то я считаю, в кризис важно не останавливаться, а развиваться и инвестиции проводить хотя бы на обычном уровне. Потому что, по моему опыту и наблюдениям, те люди, которые не остановились в кризис, а двигались вперед, они обеспечивают значительный запас в своем движении и опережении конкурентов. Поэтому, на мой взгляд, в кризис надо не останавливаться, а стараться двигаться, пусть не стремительно, но двигаться вперед. Это потом вернется хорошей добавкой, хорошим успехом. – Вот, у вас тоже периоды кризиса в стране. Мне показалось, и в 90-е годы, и в 2000-е они были связаны с развитием агрофирмы. Не наблюдали? – Может, развитие агрофирмы с кризисом было связано? Немножко не так вопрос поставили. Вы сказали, кризисы в стране были… – А вот в это время, в эти периоды, как раз, агрофирма развивалась, наиболее интересные периоды ее развития совпадали? – Ну, вот я вспоминаю, с начала 90-х годов, это развитие фермерского хозяйства «Нежинец». Это были очень большие возможности, потому что мало людей решалось заниматься предпринимательством, а тем более в сфере сельского хозяйства. Это были, на самом деле, огромные возможности при общем кризисе в стране для развития предпринимательства и сельского хозяйства. Если взять 98-й год, но для сельского хозяйства это было тоже неплохо, потому что рублевые цены на валютный товар выросли в один момент три раза. Поэтому для многих это был очень хороший шанс, поскольку сельхозпродукция, она имеет валютную цену. Что касается 2000-х годов, то да, были сложные моменты, и, наверное, вы очень правы, говоря о том, что мы в сложные моменты не хотели снижать инвестиции, а, наоборот, их увеличивали и мы вкладывались в технику. Пять лет назад мы начали заниматься мясным скотоводством, и наши инвестиции в строительство ферм, покупку скота, покупку техники, они составили миллиард рублей. Это преимущественно 70% это деньги кредитные, 30% собственное средство. Мы не хотели останавливаться, хотя это был, мы видели, это был сложный период, но мы считали, мы должны двигаться, это будет оправдано. Вот сегодня, сегодня я говорил уже, я убежден, что развитие животноводства актуально, как никогда прежде. Но вообще такая есть закономерность в мире. Если падают цены на зерно, вкладывайтесь в производство мяса. Если падают цены на мясо, меняйте направление в развитии зернового производства. Вот сейчас период, когда цены на зерно упали, и нет перспективы, и на следующий год, что они выровняются. Что касается мяса, да, мясо-молоко, потребность в них существует. Ограничение только одно – платежеспособность, спрос населения. Снижающиеся доходы населения – вот это самый большой ограничитель. Что касается потребности, она довольно большая, она не удовлетворена ни в говядине, ни в молочной продукции. Есть перспективы развития. За 30 лет агрофирма чем только не занималась и овощами, и рыбой, и рыбоводством, и звероводством, и табунное коневодство, и наутил вы внедряли. И каждое из этих направлений требовало значительного вложить в них денег. Вот можно сделать вывод, чтобы столько ошибок совершили за 30 лет? Нет, нет. Вот из того, что вы назвали, я бы ошибками не называл, я бы назвал опытом. Мы получили опыт наутил. Мы его изучили, мы получили опыт, мы увидели, что он для нас неприемлем, хотя в условиях, когда он возможен, это очень интересная технология, она позволяет сократить затраты, что очень актуально. И на тот момент у нас не было четкого понимания механического состава нашей почвы, и возможности использования там наутила. Мы опыт приобрели. Что касается пушное звероводство, это, в общем-то, уже было другое юридическое лицо, которое создано прогрессом. Да, так сложилось, что в тот момент интерес к меху упал, цены упали. И если момент, когда мы изучали рентабельность этого производства в регионах, где мы были, в России, она была выше 50%, то в момент, когда мы начали, эта рентабельность резко упала, и возможно было содержание там фермы звероводческой, при условии, что ты создаешь выделку, ты создаешь торговую сеть, у тебя есть какой-то мощный менеджер, который все это реализует. Мы увидели, что у нас нет таких условий, и сошли за лучшее от этого отказаться. Табунное коневодство тоже опыт, и здесь мы отказались скорее по морально-этическим соображениям. Мы вчера с вами говорили о том, что для меня важен авторитет предприятия, где я работаю. Так случилось, что на мой день рождения 65 лет в инстаграме была моя фотография размещена, и отзывы 16 человек. 14 были комплементарные. Один отзыв был короткий. Это тот человек, который разводит лошадей на мясо? Я подумал, да, это плохая репутация. После этого у меня решимость отказаться от табунного коневодства укрепилась. Поэтому это вопрос был не только бизнеса, хозяйства. Это был вопрос моей репутации и репутации агрофирмы «Прогресс». Поэтому здесь разные факторы срабатывали. Овощами мы занимались картофелем два года, и я увидел, что это бизнес фермерских хозяйств, небольших. Когда человек находится на поле, когда он сопровождает, когда он все видит. А когда у тебя огромное зерновое производство, для тебя там 200 гектаров картофеля или 300 – это не твой бизнес. Так же, как я скажу, что меховое производство – это либо бизнес очень крупных предприятий, там, где есть торговля, выделка, пошив. Либо это небольших фермерских хозяйств, бизнес, который специализируется только на одном – выращивание зверей. Но сейчас этот бизнес в России вообще не рентабельный. Руководители вашего уровня делятся на тех, кто все знают, и тех, кто стремится еще что-то узнать. Вот вы, как мне кажется, относитесь ко второй категории, вы ездите на конференции, на форумы, встречаетесь с коллегами, у вас широкий круг общения. Что это вам дает? Для чего вы стремитесь? Мне кажется, это вопрос риторический скорее. Это развитие, это возможность развития, возможность улучшения. Поэтому это способ познания, я считаю это важным. Есть такое понятие, самый дешевый способ, самый недорогой способ улучшения производства – это перенятие прогрессивного передового опыта. Я абсолютно с этим согласен. И когда я читаю о хозяйстве, у которого хорошие результаты, хорошее управление, я стараюсь в это хозяйство договориться, приехать, посмотреть. Я скажу, что такие авторитеты, допустим, как Булдыжов Федор Иванович, Харман Юрий Гаврилович, они не стесняются тоже поучиться у людей младше себя, не имеющие такие регалии. Они всегда стараются узнать что-то новое, перенять. Я думаю, что это просто такая категория людей, ищущих. А те, которые считают, что они все знают, меня такие люди настораживают и пугают. По крайней мере, уж не привлекают точно. Нынешнее мясное скотоводство в акроферме – это не уступка ли властям края, которые обеспокоены снижением плодородия кубанских черноземов и тем, что необходимо улучшать землю, не допустить ее декрадации, навоз уносить и так далее. Многие говорят о том, что мясное животноводство – оно убыточное. Вы знаете, вы абсолютно точно определили. Начальное движение было связано с обращением руководства администрации Краснодарского края к тем, у кого есть земли, тем более там большие массивы. Занимайтесь животноводством, надо развивать животноводство, есть большая потребность продукции мясной, молочной. Поэтому главным побудительным мотивом было обращение к краевой администрации. Но поскольку молочное животноводство, на мой взгляд, сложное в технологии, ну и есть районы, которые в этом давно специализируются, достигли хороших результатов. А вот я видел, что такого мясного скота, его очень мало. И у нас была первая попытка еще 20 с лишним лет назад завести, мы завезли калмыцкую породу, мы купили в Ростовской области, в зимовниках. Но мы не смогли привлечь квалифицированных людей, а может сами зажечься этой идеей. И мы потом избавились от этого стада. А вот через 20 лет после этого мы вновь вернулись, но уже на гораздо более серьезной основе. И я назвал большая сумма инвестиций. В коллективе добавилось, наверное, 80 человек, которые заняты в отрасли животноводства. А если братья кормопроизводства, то около 100 человек. Мы привлекли людей, у которых был опыт работы в мясном скотоводстве. Я дважды летал в Аргентину, изучал опыт, я в Бразилии был. Мы подошли по-другому. Что касается прибыльности, наша прибыль по итогам первого полугодия 12%. Наша рентабельность 12%. Но поскольку это структура мясного производства в составе агрофирмы «Прогресс», то мы корма передаем по себестоимости. 12% рентабельности – это первый раз Вы вышли на рентабельный уровень? Да. Более рентабельно, более рентабельно племенное животноводство, племенное направление, когда у тебя есть спрос, есть заказы. Мы продавали много в прошлом году, мы продали около 250 голов племенных. В этом году мы продали 200 племенных быков, а телок, нителей мы не продавали. Мы старались оставлять их для расширения производства. Но если бы у нас были хорошие предложения по покупкам, мы бы часть продали. Я думаю, что это направление ближайшего будущего. Оно связано как и с нишей, которая сейчас есть на рынке по мясу говядины. Ну и с тем, чем мы с вами занимались, о чем мы вчера говорили, это необходимые условия плодородия почвы – это навоз. Поэтому для того, чтобы было сбалансированное хозяйство, должно быть и растеневодство, и животноводство. Что касается перспектив, которые я вижу. В этом году я попросил заведующих, наших специалистов, давайте отберем лучших коров по показателям их потомства, выберем хороших быков и сформируем такие группы будущего развития. Если говорить об оплодотворяемости, о стельности, вот к концу сезона мы проверяем, когда быков уже из стада вывели, проходит время, ректалят коров, тёлок и определяется, какая стельность. Сколько процентов коров стельная? Вы предполагаете, какой это процент примерно? 85. 85. Все, что ниже 85, это уже заранее нерентабельно. На самом деле планка должна быть за 90. Тогда, тогда это возможен положительный результат. Заведующий второй фермой переписал своих коров и поехал на откормочную ферму и посмотрел, какие привесы дают бычки от его коров. Он отобрал коров, чье потомство дает привесы свыше 1300 грамм в сутки. При общем результате по ферме, килограмм в сутки, он отобрал коров, у которых бычки дают привесы 1300 грамм в сутки, и сформировал две группы по 25 голов. Потом он выбрал быков из того стада, что есть, быков по экстерьеру, но по тем данным, которые у него были за прошлые годы, что эти быки активные были, они работали. И вот сформировались две группы, сформировали, за которыми мы наблюдали. В первой группе показатель 100% коровы были оплодотворены. Во второй группе одна корова была нестильная, у нее заболевание обнаружилось. Все остальные коровы были стильные. О чем это говорит? Хорошие коровы, хорошие быки. Теперь телочки от этого пополнения пойдут на развитие нашего родительского стада. За этими бычками мы внимательно будем смотреть. Для нас важно, какие привесы они будут давать. И мы их будем оставлять часть для себя, а часть они будут продаваться по более высокой цене. Статус племм репродуктора у вас уже есть. И для поддержания этого статуса совсем не обязательно заниматься этой работой. То есть вам это нужно для того, чтобы престижность... Нет, 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 не престижность. Иметь лучшие показатели. Вот скажем, если в целом на откорме у нас бычки показывают килограмм, то бычки от вот этих коров показывают 1300. Мы сейчас увидели, что вот те, которые бычки мы в этом году отобрали, поставили их на откорм. Они еще не достигли возраста, когда наибольший привес идет. Но уже сейчас в 8-9 месяцев они показывают привес 1240 грамм в этом месяце. Мы понимаем, что это уже работает селекция. Это уже генотип лучших коров. Поэтому вопрос, вы правильно говорите, вопрос рентабельности. Не кормить, не содержать коров, телок, которые год ничего нам не принесут. Это затратно. Это раз. И второе. Получать каждое поколение лучше предыдущего. Вот мы нацелены на это. Потому что для нас первоочередное это все-таки племенное дело. А второе это уже откорм. Плюс в сегодняшних условиях, когда мы потеряли возможность завозить племенное поголовление за рубежа, очень важно внутри России его иметь. Но и не просто, чтобы было племенное, а чтобы оно отвечало лучшим достижениям. Вы значительную часть урожая, во всяком случае, в предыдущие годы, если я правильно понимаю, стремились реализовать вскоре после уборки. Тогда как большинство аграриев, они стремятся держать каждую культуру до пика цены на рынке. Вот правильно я понял, что вы все-таки, у вас другая стратегия. Избавиться от урожая, не держать его до самого последнего. Нет. Вы неправильно поняли. У нас нет такой стратегии избавиться от урожая. У нас другая стратегия. Мы продаем урожай, исходя из наших потребностей, в финансах. Что касается стратегии держать урожай, она в большинстве случаев оправдана. Хотя бывают периоды, когда цена на начальном этапе оказывается очень высокой. Потом, когда идет уборка урожая в России, в Сибири, эта цена несколько снижается. Но для того, чтобы держать урожай, дожидаясь оптимальной цены, надо как раз иметь животно-отческое производство. Как можно не продать. Либо иметь какие-то огромные накопления финансовые, что редко бывает. На мой взгляд, развитое животноводство, оно будет нам позволять сдерживать продажи зерна, дожидаясь лучшей цены. Я думаю, что мы будем в основном руководствоваться стратегией продавать продукцию тогда, когда нам нужны деньги. Но стараться, чтобы зерно у нас оставалось переходящим, достаточным остатком. Вот животноводство, я думаю, в этом поможет. Потому что сейчас мы 50% своих потребностей в деньгах закрываем продажей мяса, 50% продажей зерна. Поэтому вот это поможет реализации цели иметь достаточный переходящий запас зерна. В агрофирме есть «Конезавод», о котором мы уже говорили, известный в стране «Конезавод». Что он приносит, кроме убытков? На наш завод мы привлекли лошадей от лучших производителей, от лучших маток Европы и Америки. У нас очень высокий уровень лошадей. Я вам вчера говорил, что он соответствует высшему, среднему классу европейских лошадей. Я люблю лошадей. Я получаю огромное удовольствие от общения с ними. Я люблю скачки. На заводе люди работают, жизнь которых очень связана с лошадьми. Это их профессия, это их призвание, это их любовь. Они счастливы тем, что есть такое предприятие. Я люблю скачки. Мне это приносит огромный заряд, эмоциональный. И я готов ради этого работать, направлять туда средства. Тем более, что пока есть возможность. Да, я задумываюсь о том, что это затратное производство. И его развитие будет определяться той прибылью, которую мы сможем зарабатывать у себя на производстве. Потому что, да, на это отвлекаются значительные средства. А для того, чтобы этот завод оставался таким передовым, лучшим, над улучшением поголовья надо все время работать. Надо приобретать лошадей. Хотя сейчас это затруднено. Запрещен экспорт лошадей из Америки, из Европы в Россию. Поэтому мы рады, что мы 5 лет работали над тем, чтобы приобрести лошадей на самых крупных мировых аукционах. Мы проводили такую кампанию. 5 лет отвозили лучших кобыл на случку с лучшими европейскими жребцами. У нас очень хорошие лошади. Поэтому у каждого человека есть что-то, что его стимулирует на труд. Лошади и скачки. Это один из моих стимулов продолжать трудиться, зарабатывать деньги. Потому что в жизни быту я довольно скромный человек. И моя семья, мы обходимся небольшими затратами. Как вы находите людей, которые горят своей работой? Как вы чувствуете их? Как испытательный срок? В завершение я единственное согласился бы с чем. Я с трудом расстаюсь с людьми. И очень мало случаев, когда люди увольняются. Я увольняю людей по своей инициативе. Это немного случаев. Особенно тех, которые работают в управлении, с которыми я больше всего контактирую. Что касается людей, мне сложно сказать, какие-то методы моей работы определить. Приглашаю людей. Приходят иногда сами. Ну, из интересных случаев, скажем, такой. Вот сегодня мы отмечали день рождения Мурашкиной Тамары, которая является начальником отдела по инвестициям. Экономикой занимается. Она пришла ко мне со своей мамой, обучаясь на третьем курсе института. И сказали о том, что она в конкурсе, который в интернете проводился, заняла призовое место среди студентов экономических специальностей России. Ну, и поскольку поездка затратная в Москву, вот, спросили, могу ли я оказать помощь. Я сказал, да, конечно, я окажу помощь, но у меня просьба. Когда вернетесь в Москву, вы придите ко мне для разговора. Они пришли, я поговорил с девочкой и сказал, я бы с удовольствием принял тебя на работу. Либо ты на заочное перейдешь, либо ты будешь продолжать учиться очно по свободному графику. Но я готов и рад был бы с тобой работать. С третьего курса института она уже начала работать в прогрессе. У нее был свободный график. Она с отличием окончила третий, четвертый, пятый курс. И это одна из наших очень сильных сотрудниц, которая занимается анализом инвестиций, работой с банком, получением субсидий. Вот все субсидии, которые возможны, мы получаем. Для вас показательно было то, что она хорошо учится и выигрывает? Да, то, что она лучшая среди студентов своей специальности. Да. Я отдаю предпочтение людям, которые хорошо и отлично учатся в институте. Ко мне один приходил парень устраиваться на работу. Я попросил, дайте мне приложение к диплому. Его не было с собой. Он мне привез его на следующий день. Я посмотрел, у него тройки. Я сказал, дорогой друг, мне не нужны троечники. Я стараюсь подбирать людей, которые способны, которые трудолюбивы, хорошо учились. Поэтому вы правильно подметили. Мне симпатичны люди, которые хорошо учились. Я допускаю, что кто-то из заведующих ферм, может быть, учился не очень хорошо. Я их пригласил на работу, зная их родителей, зная их семьи. Я их пригласил. Скажем, у меня работают заведующими фермами по мясному КРС три брата Пироговы. Я знал их отца, он занимался лошадьми в колхозе, когда я там работал с секретарем порткома. Я видел их взросления, я видел их добросовестное отношение к делу. Я сначала одного пригласил, потом второго, потом третьего. Все три брата работают у меня заведующими. Я не интересовался, как они учились. Я видел, что они из хороших семей, и они добросовестные люди. И я очень ценю их и доволен работой, сотрудничеством с ним. Вот то, что я вам показал, это вот там, где 100% и 96% – это один из братьев Пироговых. Вот там анализ, где выбраковываются там тёлки, коровы, которые не покрыты. И, в общем-то, неплохой результат, по-моему, 92-95% стильности. Это другая ферма, тоже Пирогов. Поэтому я не у всех людей, кто у меня работает, там проверяю приложение к диплому. Это не единственный критерий. Я знал многих родителей, числа тех, кто у меня работают. Я знал семьи. Со мной много работают людей, с кем я в Комсомоле работал. Я знаю многих людей в районе, в городе. Особенно по комсомольской работе я очень знал много молодёжи. Поэтому разные источники. Мои возможности, может быть, то, что я много знал людей, позволяли кого-то приглашать, кто-то приходил. Ну, и наше предприятие было одной из первых. Те, у которых был интерес к работе, в сельском хозяйстве, они приходили к нам. И много людей, которые работают со мной уже по 25 лет. Чем вы удерживаете людей? Или у вас нет? Нет, нет, есть. Во-первых, хорошим уважительным отношением к людям. Это первое. Они видят, что я ценю их деловые качества и их человеческие качества. Это первое. Главное. Они верят в то, что я думаю о них, и я всегда приду на помощь. Если кто-то заболевает из наших сотрудников или из их родственников, они знают, что я всегда помогу с больницей, с лечением, с лекарствами. Что, наверное, для жизни людей важно. Я хорошо к ним отношусь, я искренне их уважаю. И я вижу такое же отношение к себе. Что касается зарплаты, то я стараюсь, чтобы мы были в рынке и даже немножко лучше. За этим мы смотрим, скажем, прошедший год не был легким и в бизнесе, но мы повысили зарплату на 29%. Причем большинство – это механизаторы и водители. Потому что то, о чем говорили 30 лет назад, механизатор, ведущая фигуру на селе, вот он и сейчас стал реализовываться. Самая высокая зарплата этого механизатору. Ну и у руководителей высшего звена. Вот это категория, которая имеет самую высокую зарплату. Раньше, когда я работал в колхозе, специалисты среднего звена, высшего звена гораздо больше получали, чем механизаторы. Хотя лозунг был «механизатор – главная фигура». Вот сейчас этот лозунг реализуется. Мы очень стараемся не потерять никого из механизаторов. Мы бы, наоборот, еще где-нибудь привлекли, но за них все держатся и все это понимают. У нас есть преимущество техникум сельскохозяйственного в Лобинске. Его лучшие выпускники, его хорошие выпускники поступают в институт. Либо в Кубанский сельхоз, либо в Ставропольский. Поэтому часть к нам приходит после техникума. Часть выпускников техникума мы приглашаем, узнаем, что они там… Или даже направление даем на учебу. Можем стипендиатами сделать. И потом мы смотрим их учебу в институте, ждем окончания. Они уже практику проходят у нас. Некоторые заочно учатся, другие учатся очно, но мы знаем, что они придут к нам. Поэтому техникум нам здорово помогает. Мы время от времени обращаемся в школы и просим дать оценки детей наших сотрудников, как они учатся. И потом мы говорим с сотрудникам, вы знаете, что мы выведем перспективу вот такой профессии, ветврачи. Если у ваших детей есть склонность к этому, мы будем им стипендию оплачивать, направим их на учебу. Нам нужны механизаторы. Посмотрите, это гарантия работы, это гарантия хорошего дохода. Если у них нет стремления к получению высшего образования, может быть, это будет хорошая специальность для них. Мы говорим родителям, нам нужны строители. Мы оплатим учебу, направление и гарантируем, что у них будет работа. Поэтому у нас есть и такая форма. Поэтому я бы с удовольствием сегодня организовал двухсменную работу на механизаторов. Но не хватает того количества людей, чтобы организовать две смены. Поэтому у нас сейчас просто удлиненный рабочий день. В сезон они работают 12 часов, механизаторы. Уборка, сил. Получается, вы на 10 лет вперед ищете, предполагаете свой план, да? Вы знаете, это несколько комплиментарная будет для меня оценка. Скажем, мы лет на 5. Лет на 5 мы видим вперед, как будут складываться условия. Но насчет, вот вы говорили, некоторые выпивают. Я, слушая вас, задумался о том, что я в 17 лет не видел ни одного выпившего человека на производстве у себя. Как вам удается оставаться спокойным? Ну, наверное, я беру объем работы, с которым я уверенно могу справляться. Я могу контролировать процесс. При этом я не должен быть занят 16 часов на работе, потому что я любил путешествовать. Я старался, чтобы у меня была возможность изучать опыт и в России, и за границей. Я не хотел быть каким-нибудь безрадостным, зацикленным на работе, с огорчением. Поэтому я брал объем работы, с которым я могу справиться. Хотя был период, это было самое начало 2000-х, когда мне были предложения взять в аренду 60-70% пашни района и заниматься в больших объемах. Для меня оптимальный объем хозяйства – это 15-20 тысяч гектаров. Когда я могу контролировать, когда я не занимаюсь 16 часов. Мои сыновья говорят, что я слишком на работе, много нахожусь, я слишком погружен в эти процессы рабочие и мало занимаюсь отдыхом. Но для меня моя работа – это огромная радость. Я работаю в выходные тоже, ну, по крайней мере, в воскресенье, полдня я все равно работаю. В субботу у меня такой, а может быть, рабочий день, но может быть, поездка на скачке. В воскресенье я тоже работаю, ну, полдня. От работы я получаю большую радость. Я чуть не сказал самую большую радость. Нет, все-таки моя жена и моя жизнь с ней – это большая радость и большое счастье для меня. Работа – это тоже большая радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok